Подозреваемую в попытке обмануть родственника Сталина задержали в Москве. Кто-то родственников Сталина теперь даже пытается обмануть. Нормально. Россия не напал с ножом на ребенка во дворе школы. Полиция разыскивает такого. Мужчина подкарауливал ребенка, схватил, пытавшись убежать от него девочку, заломился и повалил на землю. С применением предмет, похожего на нож, открыто завладел мобильным телефоном у нее совершенно летний. Такое разбойное нападение совершил в школе. Представляете, с ножом на ребенка напал, чтобы отобрать телефон. Что в башках у людей творится жуть? Наклад комбинате в Иркутске. Произошла утечка аммиака. Вообще, конечно, на вот этих лад комбинатах, других предприятиях, где используются аммиак в большом количестве, там жуткие, конечно, условия. Когда-нибудь это может плохо закончиться для близлежащих домов. И мужчина избил полицейского на северо-западе Москвы. ФСБ задержал в Омске членов экстреминского сообщества. Теперь по два сообщения. То есть, раньше по одному, а теперь по два. Потому, что обязательно надо каких-то мусульман, а то и три. Каких-то там навальновских или там еще каких-то протестующих. А еще теперь и украинские экстремисты появились. Ну, то есть, всех надо. Так. Челябинский водитель открыл стрельбу на парковке из-за того, что не мог выехать. Какой молодец. Фанин, пускай, чтобы был трезвый. Как вот сейчас кто написал по поводу водки. Михаил написал по поводу водки. Вот видишь, человек трезвый, хуже пьяным себя ведет. Ой, жуть. Прямая финансовая помощь РФ пострадавшим в Нагорном Карабахе. На Карабахе на сегодня составляет 15 миллионов долларов. Радостно сообщил замглавы МИД Руденко. Какое счастье. Да. Вот тут вот недалеко живут армяне, в которых там трудится один из наших соратников. Миллиардеры, которые качают у них фирмы в России. Качают оттуда миллиарды долларов. Миллиарды. Причем наличные. И там у них куча вилл каких-то там. Виллы, яхты, грабли. Все, что хочешь. Они не дали ни копейку туда. В этот Карабах. Ни копейки не дали они. А вот этот, да. Ну, а как же. Нам обязательно надо броситься. Что нам детям-то помогать? Лучше вот у этой шестилетней отобрать квартиру и туда отправить. Что происходит? Кошмар. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...